МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первую очередь от себя лично и от общественной палаты также поздравляю вас и всех жителей Одинцовского городского округа с новогодними рождественскими праздниками. И желаю всего самого-самого доброго, но и, конечно, главное, крепкого здоровья. И, наверное, это основная тема была ушедшего года, потому что действительно год был непростой, год был тяжелый во многих отношениях. И, конечно, это касалось коронавирусной инфекции и здоровья наших жителей. Поэтому, наверное, под девизом и под лозунгом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, с пандемией, которая коснулась, конечно, всего мира, и Россию в том числе, прошел этот год. Ну, на общественников была двойная нагрузка, конечно, особенно в первую волну коронавируса, когда они практически 24 на 7 постоянно собирали, отвозили, развозили, помогали. То есть действительно были на передовой. Ну, здесь хочется сказать, что действительно роль волонтеров нельзя преуменьшить. И действительно она была очень велика. Причем я хочу сказать, что это не только общественники, но просто обычные жители нашего округа, которые помогали, принимали участие вот в такой волонтерской деятельности. То есть люди, которые не состояли ни в одной общественной организации, не являлись ни сотрудниками администрации, ни депутатами. Просто неравнодушные жители, которые не смогли остаться в стороне, когда нужна была помощь, и откликнулись на вот такой вот призыв. И действительно наш волонтерский штаб, который был образован при администрации Одинцовского городского округа, возглавил его глава Андрей Робертович Иванов. Этот волонтерский штаб начал свою деятельность 21 марта и практически по сегодняшний день продолжает свою деятельность. Может быть, не так активно, конечно, как это было в первую волну, но тем не менее и по сегодняшний день есть заявки, есть необходимость помогать, но и как бы мы не остаемся в стране. Вы в том числе были номинированы на премию «Мы рядом». Да. В конце 2020 года прошло вручение, оно проходило в прямом эфире. Расскажите об эмоциях, потому что вы не единственная, кто из нашего округа получили эту премию. Да, вы знаете, конечно, это очень почетно оказаться в числе номинантов на такую действительно замечательную премию. И я хочу в свою очередь выразить благодарность губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, что несмотря на действительно такое непростое время во всех отношениях, и, конечно, финансовом в том числе, потому что мы понимаем, что пандемия требует очень больших и финансовых вливаний в том числе. Но тем не менее премия жива, и премия состоялась, и очень, скажем так, это важно для неравнодушных жителей нашего региона. Она немножечко прошла в другом ключе и называлась «Мы рядом, мы вместе». И, наверное, была действительно направлена в этот раз на действительно выявление благодарности тем людям, которые боролись с пандемией и вложили какой-то достаточно весомый вклад в эти мероприятия. Да, действительно, я была номинирована, но я хочу сказать, что я считаю, что это не моя личная единоличная заслуга, единоличная премия. То есть я подавалась от сообщества родителей Одинцовского городского округа, который я возглавляю. Ну и вот, наверное, именно в таком ключе это было отмечено. Поэтому действительно большая благодарность, и я очень рада, что вклад родительского сообщества, да, в принципе, и всего волонтерского штаба, было отмечено в моем лице. Марьяна Николаевна, какие планы в общественной палате на 2021 год? Будет ли продолжена волонтерская работа? Будут ли продолжены те акции, которые полюбились уже и стали традиционными? Ну, в любом случае, общественная палата продолжает свою работу в том ключе и в той деятельности, в котором, наверное, и подразумевается деятельность общественной палаты. То есть в любом случае это, скажем так, помощь жителям, в любом случае это защита интересов граждан, жителей Одинцовского городского округа, и совместно с администрацией округа решение тех проблем, которые, да, встают перед нами, и тех задач. Конечно, волонтерская деятельность будет продолжаться, как я уже сказала ранее, и в любом случае, независимо от той ситуации, которая развертывается с коронавирусной инфекцией, общественная палата всегда активно помогала и проводила очень много благотворительных мероприятий. И хочется сказать, что в ушедшем году, накануне новогодних праздников, общественная палата очень активно участвовала в различных благотворительных мероприятиях, и в том числе в поздравлениях и маленьким жителям Одинцовского городского округа, и вообще людям, которые, скажем так, нуждаются в поддержке, это и семьи тяжелой жизненной ситуации, и многодетные, малоимущие, и люди с ограниченными возможностями здоровья. То есть нам захотелось, ну, как бы в очередной раз поддержать тех людей, которые, ну, может быть, вот сейчас в связи с ограничением не смогли и быть, как бы, приглашены на какие-то большие праздничные мероприятия. И, к сожалению, елки у нас не были проведены в том ключе, как мы обычно привыкли. Но тем не менее были. Ну, тем не менее, не были, да, но это были такие небольшие. Да, локальные. Обычно, вы знаете, замечательные елки-главы, которые у нас проводятся. Конечно, многие, я знаю, их ждали, но в связи с ограничениями мы не смогли их провести. Но тем не менее, это не значит, что сказка не может прийти в дом. Сказка приходила в дома. Вот как проходили новогодние каникулы? Сказка приходила в дома. И на самом деле, вот именно под таким девизом «сказка приходит в дом» у нас совместно с Одинцовским отделением «Опоры России», с ресурсным центром свершения, при поддержке тоже и сообщества родителей Одинцовского городского округа. И, конечно, при непосредственном участии общественной палаты мы поздравили более тысячи семей, жителей нашего Одинцовского городского округа с Новым годом. И подарили замечательные новогодние подарки, которые включали в себя и конфеты, сладкие подарки. Конечно, это неотъемлемая часть новогодних поздравлений. И замечательные мягкие игрушки, которые связали наши мастерицы. Есть такие, да, у нас организации «Серебряные года». То есть это люди 65+, которые делают своими руками замечательные изделия. На этот раз это были новогодние игрушки, которые пришлись по душе нашим маленьким жителям, да и не только маленьким жителям. Всем было очень приятно получить такие замечательные вязаные игрушки в подарок, действительно очень креативные, высокого качества. Спасибо огромное. И также фрукты от различных наших спонсоров. Поэтому это был действительно очень приятный знак внимания, который всем, конечно, пришелся по душе. Также у нас было и от членов общественной палаты очень много таких вот индивидуальных поздравлений от комиссии. Мы поздравили и маленьких пациентов Одинцовской городской больницы. То есть у нас комиссия по здравоохранению сделала вот такое тоже несколько раз поздравление маленьким пациентам. Конечно, это было очень важно и приятно ребятам, которые находятся в больнице. И, к сожалению, наверное, да, не смогли вот до праздников оттуда выйти по каким-то, ну, там, показаниям здоровья. Но, тем не менее, и Дед Мороз, и Снегурочка пришли к ним в гости, подарили подарки, поздравили. Конечно, это было очень приятно. Вот, и комиссия по у нас экологии тоже. Я знаю, что они в Голицыно выходили на поздравления к маленьким жителям. Это, опять-таки, те семьи, которые находятся в тяжелой жизни, ситуации многодетные. Они поздравляли и члены общественной палаты. У нас были и Дедом Морозом, и Снегурочкой. И тоже все это было очень, ну, так символично, очень приятно. Также комиссия по патриотизму ветеранской политики тоже очень активно у нас участвовала. И в поздравлении ветеранов, и в поздравлении тоже маленьких жителей. И, на самом деле, все это сейчас еще продолжается. То есть вот эти вот... Без подарка никто не останется. Да, первые недели, да, первые недели Нового года. Также у нас продолжаются в новогодних поздравлениях. Поэтому это здорово, это замечательно. И, наверное, ну, скажем так, это неотъемлемая часть работы общественной палаты, которая у нас и идет, и продолжается, и будет продолжаться. В каком режиме будет работать общественная палата в 2021 году? Как будут проходить личные приемы граждан? Ну, на самом деле, конечно, вся работа у нас идет в соответствии с теми мерами, которые нам приписывает и Роспотребнадзор, и губернатор своими постановлениями. Но в любом случае очные приемы у нас ведутся. И, пользуясь случаем, хочу анонсировать ближайшее мероприятие, которое у нас запланировано на конец января. 23 января у нас будет проходить и личный прием общественной палаты в лице комиссии по открытости власти и противодействию коррупции. И также я буду принимать жителей, которые будут проходить в Кубинке. И также в этот же день у нас будет проходить уже, ну, в принципе, полюбившиеся, наверное, жителям, день бесплатной юридической помощи, тоже в Кубинке. В какое время? В культурном центре. Да, в культурном центре. С 12 до 15 мы ждем жителей в гости на прием к нам в общественную палату 23 января. Поэтому милости просим. Я уверена, что, наверное, у жителей найдутся и вопросы к общественной палате, ну и в том числе получить юридическую бесплатную консультацию у представителей общественной палаты и теми коллегами, с которыми мы тесно сотрудничаем по различным вопросам. Это, скажем, и вопросы юридического характера уголовного права, административного, семейного, ну и какие-то вопросы, которые касаются нотариата в том числе. Поэтому будем рады видеть жителей Кубинки на приеме 23 числа. Спасибо, Марьяна Николаевна. Год будет плодотворным. Да, надеемся плодотворным, ну и, конечно, добрым во всех отношениях. И мы очень надеемся на то, что вот именно в таком ключе, под таким девизом пройдет этот замечательный год БК. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.